Здравствуйте! Яня Фёдова, Маргарита Геннадьевна, один из авторов учебников математики в комплекте «Планеты знаний». Тема моего выступления — решение текстовых задач. Это одна из самых интересных и сложных методических проблем при обучении школьников математики. Сложность заключается в том, что от ученика требуется не только знание каких-то алгоритмов решения, но прежде всего умение рассуждать, видеть зависимость между данными. То есть требуются определенные интеллектуальные усилия, логические рассуждения. Однако логика — не самая сильная сторона младших школьников. Многие дети не готовы воспринимать сложную информацию, логические рассуждения, объяснение учителя на слух. И в этом случае на помощь учителя приходит схема. Именно схема помогает объяснить то, что сложно объяснить. Именно схема помогает ученику понять то, что сложно понять. Школьники в основном в первом и втором классах решают задачи на сложение и учитание. В основе всех задач на сложение и учитание лежит отношение данных как частей к целому. Значит, научить детей видеть это соотношение, понимать его и использовать при решении задач — одна из важных задач, стоящих перед учителем. В нашем курсе математики схема, отражающая отношение данных как частей к целому, вводится уже в первом классе. Я хочу проиллюстрировать использование этой схемы на нескольких конкретных примерах. Части и целые — понятия интуитивно знакомые детям и очень понятные на конкретных примерах. Ну, например, передо мной класс — это целый класс. Часть класса — мальчики, другая часть класса — это девочки. Что же тут непонятного? Однако в текстовой задаче нет упоминания ни о частях, ни о целом. Как же научить детей видеть это отношение? Самое сложное при работе со схемой — это правильно расставить числа на схеме. И здесь очень важен вопрос — сколько всего? Не в том случае, когда он входит в формулировку задачи, а именно как методический вопрос. Рассмотрим задачу. В коробке 27 мячей — желтые и синие. Желтых 10. Сколько синих? Анализ условия практически любой задачи на сложение и вычитание можно начинать с вопроса «Сколько всего мячей?». Дети читают условия задачи и сразу находят ответ — 27. Значит, это число обозначает общее количество мячей. Мы ставим его в прямоугольничек, обозначающий общее количество. Читаем дальше задачу «Желтых 10. Сколько синих?». Делим овал на две части, ставим известные данные и обозначаем неизвестный знаком вопроса. Теперь посмотрите на эту схему внимательно. Анализ условия задачи закончен и объяснение учителя практически тоже. Потому что часть находится в вычитании из общего количества, вычитаем другую часть. Если неизвестно общее количество, находим его сложение. То есть выбор арифметического действия у нас, получается, уже заложен в схеме, которую мы заполнили числами. Таким образом, выбор арифметического действия перестает представлять сложность для детей. Главное – правильно расставить числа на схеме. Рассмотрим еще одну задачу, более сложную. В коробке 40 мячей. Положили еще несколько мячей. Теперь в коробке 70 мячей. Сколько мячей положили в коробку? Опять попробуем начать с вопроса «Сколько всего?». Итак, учитель задает вопрос «Сколько всего мячей в коробке?». И дети, не сомневаясь, отвечают «Сорок». Ну что же, давайте примем этот ответ. Если всего 40 мячей, поставим это число в прямоугольничек, который обозначает общее количество. Читаем задачу дальше. Положили еще несколько мячей. Сколько? Неизвестно. Обозначим это на схеме. В коробке стало 70 мячей. Куда же нам поставить число 70? На схеме нет другого места. Ставим в левую часть овала. Что мы при этом получим? Это очень важный момент. Это типичная ошибка. И очень важно дать, сделать ее детям, чтобы они увидели противоречие. В чем будет состоять противоречие? Часть больше целого. Обязательно покажите детям, если вы пользуетесь этими схемами, такую неверную расстановку чисел на схеме. Потому что это является приемом самопроверки, самоконтроля. То есть каждый раз, заполняя схему числами, дети должны проверять себя, чтобы часть была меньше целого числа, обозначающего общее количество. Схемы достаточно универсальны и применимы к большому классу задач. Задачи на нахождение суммы, остатка, слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого. Практически все задачи на сложение и вычитание можно решать с опорой на эту схему. Рассмотрим задачу среднюю, задачу номер 5. У Тани 76 рублей. Она купила масло за 22 рубля и молоко за 20 рублей. Сколько денег у нее осталось? Стандартный вопрос. Сколько всего было денег? Легко ответить. 76. Ставим число 76 в прямоугольник, который обозначает общее количество. Она купила масло за 22, молоко за 20. Сколько осталось? В этом случае овал можно поделить на три части. Расставить известные числа, обозначить неизвестный знаком вопроса. Посмотрите. Схема задает даже план решения задачи. Мало того, почти без дополнительных объяснений учитель может подвести детей ко второму способу решения этой задачи. Объяснять это гораздо сложнее, чем увидеть на схеме. То есть можно посчитать общие затраты, а потом остаток, либо вычесть затраты в отдельных действиях арифметических. То есть второй способ решения задачи можно увидеть прямо на схеме. Если добавить на схему еще буквы, относящиеся к числовым данным, то схема превращается уже в такую форму краткой записи. Мало того, с помощью букв и расстановки букв на схеме, как вот на нижней схеме это показано, в принципе можно с опорой на схему составлять пояснение к действиям. То есть она служит, схема в этом случае, опорой и для составления краткой записи, и для записи пояснений к действиям. Если неизвестно, сколько всего было, например, как в последней задаче порцию мороженщика, то это тоже хороший ответ. Мы ставим знак вопроса, обозначающий неизвестное количество, в прямоугольник, который обозначает общее количество. И опять сразу ясно, как решать задачу на нахождение уменьшаемого, да еще в два действия. Просто сложить данные. Таким образом, схема не только является краткой записью, она сразу фиксирует план решения задачи. А это очень важный момент. Схему можно легко модифицировать и использовать для задач не только в одно действие, но и для задач в два действия. И даже больше, если такие задачи решают дети в классе. Например, собрали 40 килограмм красных яблок, а зеленых на 6 килограммов больше. Сколько килограммов яблок собрали? Опять стандартный вопрос. Сколько всего килограммов яблок? Неизвестно. Ставим знак вопроса в прямоугольник, обозначающий общее количество. Сколько красных яблок? Вычитали, поставили. Красных 40. Сколько зеленых? Неизвестно. А как найти? Такие задачи во втором классе дети уже решают достаточно легко. И можно поставить знак вопроса, а можно спросить, как найти? И сразу записать. 40 плюс 6. Выражение прямо на схеме. И опять мы получаем план решения задачи. Ясно, какое действие выполнить первое, и что какое действие выполнить затем, чтобы получить ответ. То есть схемы достаточно гибкие и универсальные. Применимы, как я уже сказала, ко всем задачам на сложение вычитания. Единственное, не исключение, это задачи на увеличение, уменьшение на несколько единиц и разностное сравнение. В основе их тоже лежит отношение частей к целому. Но эти задачи проще решать на основе словесных инструкций. Если в задаче спрашивается, насколько, выбираем вычитание. В заключение я хочу сказать, что отношение части целое, отношение данных, числовых данных в текстовой задаче как частей к целому, имеет гораздо более широкое применение, чем только для задач на сложение вычитания. Задача на умножение, на нахождение произведения, это на самом деле тоже имеет отношение к этим понятиям. Потому что нахождение произведения – это нахождение общего количества. И выбор арифметического действия связан с действием арифметическим, которое связано с увеличением чисел, то есть с умножением. Деление, как действие, связанное с уменьшением, с помощью деления, мы находим части. То есть части и целое важно понимание этого соотношения и при решении задач на умножение и деление. Это же касается задач напрямую, задач на доле более сложных задач, которые рассматриваются уже в третьем, четвертом классах начальной школы. Задачи на доле проще всего решать, любые задачи на доле, опять-таки с использованием моделирования. Только в этом случае крок или прямоугольник мы делим на равное количество частей. Чтобы найти долю числа, мы используем деление, потому что находим часть. Чтобы найти число по его части, по его доле, простите, мы используем умножение, поскольку мы находим общее количество. Если говорить о задачах на движение, то здесь целые части и использование моделирования для иллюстрации решения задач на движение не играет неоценимую роль. Конечно, это прежде всего касается задач в два действия, задач на движение двух объектов. Предположим, две машины выезжают из одного города. Какое между ними расстояние? Мы говорим о всем отрезке пути. Как найти весь путь? Надо сложить части, расстояние, которое проехала одна машина, расстояние, которое проехала другая машина. Если неизвестна часть пути, мы из всего пути вычитаем другую часть. То есть опять связь арифматических действий с понятиями частей и целого на лицо. И это очень важно. То есть закладывая использование этого соотношения уже в первом и во втором классах, мы тем самым работаем на перспективу, на более сложные задачи, которые идут во втором, в третьем, в четвертом классах. Схемы, которые сегодня мы представили вашему вниманию, универсальны. Их можно использовать при работе по любому учебнику математики, по какому бы комплекту вы ни работали. Но наиболее полно и последовательно этот подход реализован в наших учебниках математики в комплекте планеты знаний. Удачи вам и всего доброго!